В субботу глава района Алексей Валов посетил детский садик номер 18 «Росинка». В выходной день детишек нет, можно спокойно обсудить дела с руководством дошкольного учреждения. У основного здания садика есть пристройка. По словам сотрудников, она была возведена еще в начале 90-х, когда садик был ведомственным руководством фетровой фабрики. Хотели сделать бассейн, но наступившие времена перемен не позволили завершить начатое. Кирпичная постройка так и пустует. Из-за сырости страдают смежные помещения детсада, в частности соляная пещера. Глава района взял ситуацию на контроль, поручил провести экспертизу и, если возможно, достроить начатое, а если нет, снести строение и построить новое, и сделать это в течение года. Медленнее, чем хотелось бы, продвигаются работы по благоустройству общественного пространства на улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский. Алексей Валов потребовал от руководителя подрядной организации увеличить количество рабочей силы. Проблем добавляет и сложная инженерная инфраструктура бывшего военного городка. Там все будет сделано. Единственное, много очень согласующих работ. Там идет переплетение и кабелей, и газа, и других элементов бывшей инфраструктуры. Поэтому там бывает замедление. Школа в микрорайоне Солнечный. Мы находимся на первом этаже строящегося здания. Сейчас это пока сложно представить, но именно здесь будут располагаться учебные классы. Перегородки появятся чуть позже, а пока основные силы строителей брошены на бетонные монолитные работы, которые надо завершить до наступления сильных морозов. Параллельно в уже построенных помещениях монтируется система вентиляции. Рабочие приступают к остеклению окон. Все идет в соответствии с планом-графиком строительства и обеспокоенности, по словам главы, не вызывает. Школа строится. Строится достаточно профессионально, с соблюдением всех норм и правил. Поэтому будет хорошая школа. На личный прием к главе района обратилась Фаина Заикина. Пожилая женщина-блокадница живет практически в центре города, но в условиях далеких от комфортных. В старом деревянном доме номер 5 по улице Пионерской одна из комнат совсем непригодна для проживания. Провалилась крыша. Но и без этого каждая зима становится испытанием. Отопление в доме автономное, и зимой вода часто не доходит до газового котла, замерзает на вводе в дом. Алексей Валов поручил директору управляющей компании ДЭСЖКУ Александру Табатадзе найти причину, возможно, утеплить трубы водоснабжения. Хотя выходом здесь будет, конечно, переселение в благоустроенное жилье. Застройка этой части микрорайона Воронок начнется после утверждения проекта планировки территории. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».